Мы находимся в пожарной аварийно-спасательной части номер 40 и сейчас здесь проходит соревнование среди звеньев газодымозащитной службы подразделений Минского городского управления МЧС. Ну а сейчас немного подробнее. В соревнованиях приняли участие 60 спасателей Минска, которым предстояло преодолеть два этапа. Первый этап включал в себя три упражнения. Первое. Необходимо звеном ГДЗС со средствами тушения и спасения проникнуть через оконный проем, преодолеть вентиляционный короб, произвести поиск пострадавшего и провести его спасение. Второе упражнение взаимодействия. А именно двумя группами ГДЗС со средствами спасения, носилками, шансовым инструментом необходимо было провести разведку в помещении с двух направлений. Преодолеть препятствия, спасти человека. Чтобы выполнить третье упражнение, спасателям необходимо было преодолеть препятствия, состоящие из различных узких проемов. На втором этапе команды проходили дистанцию, состоящую из препятствий, имитирующих практически весь спектр каждодневных работ спасателей. Навыки работы с инструментом и оборудованием, проведение спасательных работ в задымленных помещениях, работа на высоте. Поддержать участников приехали болельщики и школьники. Для них было организовано множество познавательно-игровых зон. А чтобы их всех пройти, ребята могли подкрепиться кашей и чаем, сделанной в полевой кухне. Тем временем команды прошли все испытания и на торжественной церемонии закрытия первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худалеев вместе с заместителем председателя Мингоросполкома Александром Дороховичем вручили награды призерам, командам Первомайского и Партизанского РОЧС и победителю в команде Московского РОЧС. Субтитры создавал DimaTorzok